Музыка У нас сегодня нет отрывкаторы. Этому есть причина. Причина такова, что в четверг мне прислали видеоотрывок. Видеоотрывок с одного из российских каналов, где господин Жириновский, он никогда лестно не говорил об Украине, хотя имеет где-то в Житомире какое-то там наследство от родителей или прародителей. Он никогда не имел такого хорошего отношения к украинскому народу и Украине как таковой. И вдруг во время разговора, вот в этом видеоролике, он начинает вести себя как некий прозирливец либо пророк отечества. О чем я говорю? Где-то он сказал, что в 16-м году он пытался пророчествовать, что 22 июня 16-го года Украина все-таки будет отвоевывать, развернет свои войска и будет нападение на территории, где сегодня проживает пророссийское население Украины. А в ответ он говорил, что мы узнав, мы сделаем контратаку, как это было под Курской водой. Кажется, да, там, как бы, зная все планы, вдруг резко контратака произошла, и это будет массовая такая поддержка. Но, так как были президентские выборы, там, ну, потом, ну, потом все поменялось, и там, именно ввиду трамповские, все поменялось. Они, Украина, пляшут под Европой. И вдруг он говорит, все равно они, то есть Запад, спровоцируют и заставят Украину 22 июня 21-го года под давлением США и Европы и вся, все это, вот, как бы, Запада, сделать операцию, именно расширенную вторжение, вот, именно на территории, сегодня, где война, ну, вот, и вернуть украинские территории обратно. И он говорит, если такое произойдет, да, если они будут иметь такое желание, и мы это узнаем, наша контрразведка, то мы сделаем то, что мы сделали во время Второй мировой войны, мы сделаем контратаку и дойдем до Берлина, чтобы они не понимали, что это не будет легко. Это меня сильно возмутило. Это дух войны, последнее время, витает в воздухе под различными предположениями. Если вы так смотрите, да, кто-то говорит, то, что произошло с тремя каналами, их закрыли, там, все, будет война, будет это, будет еще то, другое. Хотя я не отвергаю, друзья, слушайте внимательно, я не отвергаю, что ситуация в стране не шоколад. Что у нас есть трудности, переживания, и весь мир в стенании того, что дальше должно произойти по причине того, что у нас нет решения над некоторыми экономическими рецессиями, которые произошло, и упадка, может быть, экономические, политические, или же даже, можно сказать, катастрофические, с пандемией. Эта ситуация очень сложная. И мы, как верующие люди, должны понимать, что мы живем в такое время, где у нас не все, как мы бы хотели бы и как бы представляли, но очень нужно понимать и говорить о том, что мы слышим. Различные СМИ, что они говорят? И воспринимать это, как реальную угрозу духовной войны. И мы все непосредственно подключены в ходатайство за страну. Нам необходимо, друзья, просто необходимо за страну, в которой мы выросли, которую Господь нам дал, за которую мы несем ответственность перед Богом, ходатайствовать не просто так, ну, что будет, они сами виноваты, и все остальное, и тому подобное. За эту страну, в которой мы родились, мы должны быть ходатаем, который нам, дана эта страна, в молитвенную поддержку, сражаться в духовном мире. Сражаться в духовном мире. Это привилегия, которая дана нам Богом. Я скажу вам, каждому из нас. Буквально недавно мы с братьями, вот, был совет из различных протестантских общин. Мы уже утвердили, что каждая третья пятница, ну, мы в четверг, все, вот, особенно в Одесской области, пастера, служителя, общины будут брать пост и молитву за область, за правителей управления и ситуации в нашей области. Потому что здесь много проблем, я это скажу потом в конце. Я хочу вам сказать местописание, которое очень важно, и повторю его. Иеремия 29,7 делает очень важный упор для тех, кто переселены, или кто-то живет в особенных городах. Делайте добрые дела для города, куда я вас направил. Молитесь Господу за город, в котором вы живете. Потому что, если в городе будет мир, то мир будет и у вас. В настоящее время, возможно, как никогда раньше, в нашу бытность, мы с вами находимся в духовном сражении. Желаем ли мы это или нет? Даже, знаете, понимаем ли мы это или нет? Есть люди, которые не понимают, что мы находимся уже в сражении. Но так как мы в теле Мессии, то тело Мессии, мы уже как находимся в духовном сражении. Еще, значит, добавлю от меня еще такое, для тех, кто сомнительные. Присоединитесь вы к этой духовной борьбе или нет? Нет, я хочу сказать, духовная брань уже проходит. Не брань между злом и добром. Духовная брань, которая тело Мессии, то есть верующие люди, они уже вовлечены. И вовлечены, даже не понимая, не подозревая, что они уже находятся на передовой. Но, знаете, наши шансы, есть ее проиграть, эту борьбу. Шансы очень велики, так как противник наш вышел на сражение раньше, чем мы думали. Мы еще, может быть, в плоти не родились, а он уже был в сражении. За души людей, за обстоятельства, которые в этом мире, чтобы ему поклонились. И мы видим в откровении Иоанна, что там поклонились народы. Поэтому мы, будучи рождены свыше, может быть, не осознали, что мы уже в этой брани духовной, но мы находимся в ней. Знаете, у Моисея была возможность увезти народ из Египта кратчайшим путем. Вы когда ему читали в Писании, что Бог хотел, вообще-то Моисея мог увезти к самым коротким путем. Знали вы это, нет? Когда верующие люди читают это местописание, они начинают удивляться, а почему не воспользоваться этим путем, коротким. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге с земли филистимлянской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. Я чуть-чуть сделаю другой современный перевод. Вот, смотрите, как там говорится. Когда фараон отпустил сынов Израилевых, Бог повелел, не повелел их, не повел их через филистимскую землю. Это слишком короткий путь. Слишком короткий путь. Бог думал, когда сыны Израиля увидят, что им предстоит война, они могут передумать вернуться в Египет. Бог знал наш народ. Бог знал наш народ. Помните, еще в старые времена есть такая шутка, лишь и выражение. Памятник неизвестному солдату Рабиновичу. И внук спрашивает, деда, ну как неизвестно, если это написано, Рабинович? Внучок, так мы не знаем, был ли он солдатами или нет. Суть, что наш народ некровожадный. И Бог знал, что еврейский народ некровожадный. Он не хотел воевать и не хотел ничего делать, потому что 8% из них не то, что они боялись крови, они еще были врачами. Больше скальпеля не поднимали, до сих пор. Мы никогда не за него ел вали земли. Бог нам отдал те земли, которые он обещал, но как израильский народ, мы нигде не завьевывались в земли. Скажите, а что происходит все на Ближнем Востоке? Там надо больше разобраться, где что находится. Кто как называется. Я понимаю, что это может быть радикально звучит. Да, мы с вами тоже, верующие, рожденные свыше люди, крещённые Духом Святым, тоже можем сказать очень хорошо. Вспоминаем Ефесянам 6 глава, с 11 по 13 стих. Облеките за все оружие Божие, чтобы противостоять. Кто эти слов не знает? Ну а ну поднимите руки, кто не знает? А кто знает? Так что мы не молимся? Так что мы не надеваем во все оружие? Мы, знаете, с радостью повоевали бы. Молитвенно мы повоевали бы. Только чтобы не сильно больно было. Потому что понимаем, что ответка придёт. Мы же понимаем, как верующие люди говорят, что какой-то будет ответ. И когда ответка приходит от врага, мы говорим, приходим, говорит, попало. Воевал, воевал, молился, молился. Оно не получилось, попало. Теперь почки болят. Когда-то происходит. Люди говорят, ну перестало так молиться. Или перестало так молиться. Хорошо, мы так, чтобы не сильно больно. И чтобы уже, а вообще воевать-то можно, может не нужно. Может вообще как бы это не нужно. А может вообще взять и договориться с дьяволом. Как, знаете, семечки у Рабиновича. Он продаёт семечки возле банка. Говорит, а что ж ты продаёшь возле семечки, возле банка? У нас с ним договор с банком. Я не даю кредит, они не продают семечки. Может быть нам, как верующим людям, тоже начать договариваться. Он меньше бьёт, мы меньше молимся. Если он вообще не будет трогать мою семью, так я вас ставлю в покое. Но вам хочу сказать. При не принятии не самую хорошую новость. Мы уже на поле боя. И многие из нас этого не знают. Вы спросите, если мы уже не по собственной воле на поле боя, что нам делать? Что нам делать? Как под Сталинградом, да? Выпускали штрафбатников на поле, и одно ружьё на 10 человек, да? Помните, да, там это? Сталинградом и там, где миллионы умирали. Вы думаете, это, как бы сказать, решение? Давайте мы запишем несколько пунктов. Первое. Преследовать. У нас есть выражение. Преследовать цель. Она разная может быть. Как охотник преследует какую-то цель. Как и айтишник, который преследует цель. Как и музыкант, который преследует цель быть лучше. Как и ученик преследует цель знать свой урок. Когда мы говорим о преследовании, то есть цели, основной духовной, основой духовного сражения является молитва. И это неоспоримая часть. Ещё раз повторю. Основой духовного сражения является молитва. И самым классическим примером такой молитвы является пример молитвы отче нашим и на еврейте Авину. Отче наш, это просто Авину. Давайте мы разберёмся. Немножко поразбираем эту молитву, которая часто в церквях или в молитвенных собраниях, в конце собраниях, как, знаете, как будто заупокой. Давайте прочитаем Отче наш. Не вкладывая туда сути, которые Бог вложил туда, в эту молитву. Давайте разберём её. Как-то раз Ешуа молился в одном месте, когда он закончил, один из его учеников обратился к нему, господин или господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Иоанн уже научил. А тут получается, никто нас не учит. А что-то получается. Он молится и получается. Научи нас. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, Авину. Вы скажете, и что? Одно из величайших откровений в молитве, которую вы получите, и зачем вам нужна молитва, это, она заключается в том, что мы через молитву начинаем, знаете, вот, делать этот контакт с невидимым Богом, который в вечности, Он был Богом, а для нас в Ишуа Мессии становится Отцом. Ишуа говорит очень важную тему. Когда вы молитесь, говорите Авину, ты мой отец. Индивидуально приглашение сделать контакт на уровне взаимоотношения с тем, у которого есть ответы. Бог становится нашим отцом. И вы ищете в молитве отношения, то есть, вы начинаете как бы иметь этот, ну, преследуемую идею. Вы преследуете идею и преследуете цель иметь отношение с тем Богом, которого вы не видите, но понимаете, что Он есть, потому что вы чувствуете ваши отношения с Ним. Бог становится нашим отцом, наши отношения с Ним. Ваши отношения это ваша цель, которую вы преследуете всю свою жизнь. Всю свою жизнь. основа сражения это на чьей стороне сильный. Это всегда было. И если мы знаем, что Он сильный, нам нужно настроить себя именно в цели, к цели, преследовать, то есть, преследовать не к врага, а вот, как Бога, да, стремиться строить с Ним отношения настолько сильно, чтобы Он был на твоей стороне. Что же скажем на это? Если Бог за нас, кто может быть против? Это как будто голосование. Кто против? Никто не поднимет руку. Кто воздержался? Тоже никто не поднимет руку. Но эти отношения невозможны без сына. Разве на себя запомните? Эти отношения с отцом невозможно иметь без сына. Когда наступит тот день, и что Он говорит, вы не будете ни о чем просить Меня. Какой день наступит? Когда наступит тот день, вы не будете ни о чем просить Меня. Да, именно. Говорю вам, что все, чего не попросите у Отца, Он даст вам в Мое имя. До сих пор вы ничего не просили в Мое имя. непрестанно просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Иоанна 16, глава 23, 24 стих. Эти слова Иешуа говорил буквально за некоторое время до того, как Он пошел страдать за каждого из нас. заметьте, вы ничего не будете Меня просить. Когда наступит тот день, вы ничего Меня не будете просить, но будете просить Отца во имя Мое. Другими словами, если вы не знаете Меня, то не можете преследовать отношения с Богом, потому что Бог вам не ответит на ваши нужды, не зная Меня. Я и Отец одно. Иоанна в 10 главе 15 стих. Создавая раввинистические молитвенники, особенно молитву Авину Малкейну на дни Ёмкипура, эти дни трепета, покаяния, с надеждой, что наши имена будут записаны в книгу жизни, я думаю, она основана была более на Откровении Нового Завета, нежели на отношения человека с Богом в Танахе. Потому что если будете смотреть через Танах, то вы увидите, что встреча и отношения с Богом наших патриархов, наших пророков, они заключались в следующих именах. Ветхи днями, Ангел Господень, то есть отношения, разговорная часть, горящий куст был с Моше, говорящий еще ко всему. Но там нигде не было такого близкого отношения Отца. И вдруг приходит Иешуа в этот мир для каждого из нас и открывает нам, именно приносит откровение, что фактически вы можете познать Бога Отца, как Отца, Который родил нас, Который создал нас, Который заботится о нас. И вы это сможете сделать только тогда, когда наступит тот день примирения моей смерти и воскресения из мертвых. Потому что Он говорит, я иду к Отцу моему и Отцу вашему. Богу моему и Богу вашему приготовить то место, место, где Он ходатайствует за каждого из нас, помогая нам осознать, что эти глубокие отношения с Богом начинаются с молитвы. Начинается ты мой папа, ты мой отец. Да, это сложно понять. Да, это возможно очень трудно. И до этого времени вы не просили Отца, вы молились Богу, но не имели отношения с Отцом. Но после этого времени у вас откроется возможность познать Бога как Отца. Он и есть Отец всем нам через познание Ишуа Мессии как личного Спасителя и Мессию Израиля. Да, действительно сегодня реформ реформированный иудаизм он ввел именно после разрушения храма фразы Авину Малкейну Абба и он это как бы некое отношение Бог любит Израиль как своего сына но если посмотрите через тонах отношения именно разговор с нашими патриархами пророками и так далее он был на сути как бы знали только Бога но никто Папой не смог его назвать они понимали сущность что за ним стоит личность что же дальше делать мы говорили как раз вот стремиться преследовать эти желания в нашем познать Бога и отношения второе хвала и поклонение через хвалу ты и я побеждаем через хвалу ты и я побеждаем сражение в котором мы уже с вами находимся возможно преодолеть через хвалу и одержать окончательную победу можно только через поклонение молитесь так я продолжаю эти пункты отче наш пусть прославится твое имя отец наш небесный отец мой да прославится имя твое победа заключается в прославлении именно основа молитвы которые мы имеем она основывается первое отношение а потом прославление того кто дает победу и силу кто-то наполняет нас своим присутствием если вы из вашей молитвы вычеркните поклонение Богу тогда вы вообще не молитесь я не могу назвать молитвой и сказал он это второе попал минон 20 глава 15 стих я делаю из тонаха некоторые вещи слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Исофат так говорит Господь к вам не бойтесь и не ужашайтесь множество всего великого ибо не ваша война а Божья знакомые слова да Божья война будет Господь вратовать за меня где написано и мы потерялись давайте читать дальше вы не должны будете сражаться в этой битве крепко стойте на своих местах вы увидите Господь спасет вас иудеи Иерусалим не бойтесь и не ужашайтесь выходите завтра против этих людей Господь будет с вами 17 стих вопрос стоит таким образом для всех нас для вас когда я услышал то что там Жириновский говорит я понимаю это колокол который Господь говорит народ поднимайся нужно молиться как сделать чтобы это сражение было не моим а Божьим каждый из нас вопрос спросит как как остаться спокойным и наблюдать за сражением когда вот это все в движении чем оплачивать кому пойти что сделать где работа где вот этот все движняк такой я буду читать еще несколько переводов одного и того же места и услышите это уже будет 21 стих той же главы 20 по поменам посоветовшись с народом он назначил певцов господних чтобы те шли во главе войска и прославляли святость его и величие и величие славьте Господа ибо вечно любовь его неизменно что сделать мы говорили о прославлении поклонении и мы видим как из танаха из того на чем мы основываемся Бог делает заявление моя победа только будь спокоен но при этом что-то нужно было сделать и они дальше вот я читаю другой немножко перевод того же стиха Иосифат объявил народу что он выбрал певцов для прославления Господу они должны были носить особые одежды идти перед войском и прославлять Господа певцы пели песню прославляйте Господа потому что любовь его вечно какая его любовь вечно вечно любовью я возлюбил тебя современный перевод еще один Иосифат послушался совета народа был совет один совет уже разрушил Советский Союз насоветовали что разрушилось а здесь Иосифат послушался совета народа он выбрал людей чтобы они были певцами для Господа эти певцы были избраны чтобы прославлять Господа ибо он свят и прекрасен они шли перед войском и прославляли Господа эти певцы говорили благодарите Господа ибо его любовь вечно мы говорим прославление хочу заметить что Израиль израильский народ будем говорить так при всех пророчицах утешения которые были сказаны чтобы они не воевали то есть не воюйте потому что победа моя они не оставили свое снаряжение дома они не подняли пальмовые ветки и приглашали думают когда придет враг посмотрим как Бог накажет его на пороге моего дома знаете что они сделали официанам говорит все оружие Божие облекитесь за все оружие не снимите облекитесь они были облеченные во все оружие но перед собой сделай решение выставили самое важное хвалебное прославление Бога выбрали утвердили и шли за тем что Бог делал в это время они громко кричали они сделали стратегию в виде грамкоговорителя прославления мы смело в бой пойдем за власть совета совет был утвердили пойдем туда за тем что утвердили советом 22 стих я буду читать дальше уже без лишних переводов в то время как они стали восклицать слава словить господь возбудил несогласие между аммонитянами мавитянами и обитателями горы сиира пришедшие на иудею и были они поражены ибо восстали аммонитяне аммонитяне на обители горы сиира побивая и истребляя их а когда покончили с жителями сиира тогда стали истреблять друг друга скажите Израиль знал об этом а когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне взглянули на то что множество на то множество его трупы лежащие на земле нет уцелевшего они не понимали что Бог сделает но они были вооружены они не оставили дома не ждали с пальмами потому что Бог сказал моя победа я уничтожу их и так далее они вышли из домов они взяли вместе они поставили систему перед собой громкоговорительное да которая восклицала так простую вещь славьте Господа ибо велика его любовь мы мы говорим позвольте мне дать вам еще одно местописание о прославлении которое является духовным сражением псалом 149 да будет славословие Богу в устах их и меч ободоострый в руках их эфесянам возьмите что духовный какой обоюдоострый как что это такое его слово а его слово не только писание которое мы говорим а его слово которое Бог сказал я тебя не оставлю не покину я буду с тобой до края земли это слово которое он оставил для нас дальше вот мне понравилось несколько еще переводов да славят Господа они во всю силу голоса своего и меч ободоострый да будет в руках их библейская лига пишет да вас хвалит Господа криками народ да возмутит и возьмут люди обоидоострый меч кричать ну как ну что наши соседи так далее иногда можно кричать внутри можно восклицать можно петь можно говорить хочу зачитать еще несколько псалом этот весь псалом полностью это 149 псалом помните его да пойте Господу песню новую хвали хвала ему собраниях святых да веселится Израиль о создателе своем сыны Сиона да радуются о царе своем да хвалят имя его с ликами на тимпане и гуслях да поют ему ибо благословит Господь благоволит Господь к народу своему благословляет смиренных спасением да торжествую святые во славе да радуются на ложных своих то есть на постели даже своей кто из вас пел в постели и радовался не спал а радовался да будут славословия Богу в устах их и меч ободостры в руке их для того чтобы совершать мщение над народами наказание над племенами то есть мы наше брань против плоти и крови но против чего духов злобы поднебесной заключает царей этих князей духовных имеется бесов да узы и мощь в ковы железные производить над ними суд писан писанный суд писанный а дальше последняя строчка честь сия всем святым его это честь славословия хвала именно вот ходатайство борьба молитва это честь честь сия всем святым у меня тогда вопрос каждый из нас воспользовался этой привилегией нашей молитвенной жизни ожидаете ли вы что прославление станет вашим орудием против козни дьявольских вы понимаете что это привилегия сказать я петь не могу я тоже петь не могу как тот кирпич который из фильма я тоже петь хочу петь Господу значит одержать победу это орудие которое внутри каждого из нас вложил Бог даже Иешу воспользовался им Иешуа взял этот момент Давида говорит писание Матфея 26 глава 30 стих пропев псалмы прославления они пошли на Масличную гору потому что он знал что будет победа его хотя и молился было сложно после Песоха после трапезы он воспел псалмы прославления восхваления Богу и знал что это его орудие победы крест крестом но нужно было быть сильным чтобы пойти на это и он это сделал третье часть это вот нашего жизненной победы воинственной войны духовной ходатайства продолжая молитву Ава Отче Дали Отче Наш мы с вами четко видим ходатайство и направление этого ходатайства 10 стих там говорит о том что да придет царствие Твое да будет воля Твоя на земле как и на небе первое ходатайство да придет оно царство и пускай да будет воля Твоя это ходатайство они позану да соглашают как будет так будет а потом даже хлеб наш насущный дай нам на каждый день прости нам долги наших и мы прощаем должникам нашим жизненное обеспечение добрые взаимоотношения то есть примирение это воля Божия о нас потому что хлеб насущный просите и что просите хлеб насущный просите примирения просите взаимоотношения с людьми это необходимая часть нашего ежедневного ходатайства вот такую уверенность мы имеем в нем в его присутствии если если мы просим о чем либо что соответствует его воле он слышит нас 1 иоанна 5 глава 14 стих мы такую хуцпу имеем мы настолько набираемся наглости в наших отношениях с ним что мы уверены в присутствии можем просить о чем либо соответствии его воли это как раз западает с молитвой отче наш да будет твоя воля на земле как и на небе это условие ходатайство мы четко понимаем соответствует его воле и дальше если же мы знаем что он слышит нас кто из вас знает что Бог послышит я вам скажу сразу одну весь простую грешников не слушает он слышит иначе не было бы покаяния дух покаяться но не слушает их их не плотские желания греховного состояния он не исполняет их не слушает но слышит то о чем бы вы мы не просили мы знаем что имеем то что просим у него мы имеем и знаем что мы просим у него хочу чтобы четко меня услышали это не для вас прошение для того чтобы ваше царство распространялось но чтобы его воля вашей жизни исполнилось чтобы его царство распространялось потому потому что ему вся слава вовеки и каждый скажет аминь если мы ходатайствуем в соответствии его воле его целевое царство которое он имеет для нас здесь на земле чтобы его царство евангелие распространялось тогда мы слышим и он слышит и отвечает на наши нужды чтобы его царство распространилось другими словами он идет на наши нужды чтобы мы в этом благословении то что вы получили могли распространить его царство здесь на земле не наше некоторые думают что они продвигают царство божие пытаются доминировать над стадом божьим для продвижения своих эгоистических планов во имя господа я сразу скажу может это будет меня переслушивать и думать что там происходит они такие люди которые доминируют которые пор упорно так и делают заставляет что-то делать не дымит над божьим царством или божьим народом его паством я скажу они получат свое вознаграждение это вознаграждение называется козел ничего чтобы так сильно послушайте еще скажет отойдите от меня он отделит козлов от овец и тех кто не те он им скажет отойдите никогда не знал вас не именем ли мы твоим доминировали изгоняли бесов пророчества и так далее он скажет не знаю у вас уже статус есть значок награду уже получили знаете я себе хочу сказать знаете мне последние времена или как-то еще чаще и чаще хочется отдавать мои нужды которые у меня есть богу уже часто я перегружаюсь мыслью в голове какие-то решения какие-то планирования какие-то вот знаете массовые какие-то смотреть что происходит да и в это время когда я перегружаюсь я начинаю ворчать я начинаю быть недовольным хожу как туча и если не способен просто отпустить из моих рук и передать в руки бога и при этом сказать пусть будет твоя воля я не так ну нельзя так мне нравится сказать и при этом еще надо помнить что я должен прославить его за любое решение если не хочется так передать и там сказать ну благодарю за любое решение тогда я вообще наверное не искренне верующий в бога человек я просто религиозный набожный если я ловлю себя такой мысли когда перегружаюсь мне это сложно и поэтому мне слава богу бог дал помощницу жизни спутника в жизни который когда видит что я перегружаюсь начинаю просто так вот по жизни ворчать недовольствоваться вот это так вот он у меня закручивает так вот да она говорит помолись помолись давай помолимся когда когда я еще не знаю как передать это все в руки божьи оно меня наполняет и все в голове я так благодарен за дух святой который внутри нас и который был обещан Ишуа чтобы он был с нами всегда не знаю у вас бывает такое или нет у меня бывает довольно часто я перегрузился в каких-то вещах оно мне в голове все это накапливается начинаю ворчать еду или иду вдруг на меня начинает такое чувство и вырывается слава Богу слава Богу слава Богу ну ты понимаешь слава Богу за семью слава Богу за общину за людей которые здесь вообще есть которые будут слава Богу слава Богу А такое состояние, знаете, как будто, возьми, возьми, да возьми ты уже. Я благодарю Бога за Дух Святой. Вот знаете, состояние такое, начинаю благодарить, просто славить Его, как будто с таким чувством, что вот возьми, и через время приходит такой штиль, мир. Он такой, все будет хорошо, я это знаю, хорошо, все будет хорошо. Он говорит, что не та песня, я тоже знаю, я тоже знаю. Если вы ворчите, тогда молитесь. Вы не создано носить то множество суеты, которое у вас есть. Передайте это тому, кто за вас воюет. Битва Господня, а ты можешь наблюдать исход событий для того, чтобы стоять и видеть, что дальше будет. Четвертый пункт. Защита. Защита безопасности. Тринадцатый стих. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Почитайте вам еще старославянский немножко так. И не испытывай нас, избавь нас от окаянного. Интересно, аж приятно, да? Услышать такое окаянного. Понятно, что там есть более такой современный, от лукавого. А вот окаянный, оно же четко говорит. Послушайте, это ежедневная молитва. Если нам нужен ежедневное обеспечение, хлеб наш, наш сущный. Сущный, это вот прямо сейчас, в этот день нам нужен хлеб. Как вы думаете, нам каждый день нужна защита и безопасность? Нам нужно ли молиться каждый день, избавь меня от окаянного, от лукавого, от того давления, которое вокруг нас? Я точно знаю, что наши близкие отношения с Богом позволяют нам не только знать планы врага, а еще уметь сгруппироваться и противостоять этим планам. А если наших отношений нету, если молитвы нету, если мы не стремимся, это нас не зажигает, это нас не впечатляет, это мы ничего не делаем. Нас это просто, как одна шарманка, одна и та же музыка, три человека молятся, а все остальные подпевают. Если мы не делаем это фокусом нашей жизни, если мы, как вот здесь, не говорим это все, не поем громко, не восклицаем Богу, не провозглашаем, да, вот этот мир, то мы тогда, мы понимаем, что у нас нет этих отношений, и нам не открыты эти планы. Потому что Бог говорит о том, что разве Бог сокроет от пророков или же от его боящихся планы, свои, свои-то дни, он откроет планы врага, и я вам покажу это, но Божий человек, это 4-я царь, 6-я глава, 9-й стих, но Божий человек послал к царю израильскому сказать, будь осторожен, не подходи мимо, не проходи мимо того места. Сирийцы расположились там лагерем, то есть там засада, там засада. Царь Израиля проверял места, которые указывал ему Божий человек. Не раз и не два Елисепи стерегал царя, и тот бывал в таких местах настороже, то есть осторожным. Царь Сирийский был этим очень раздражен, раздосадан, раздражен. Он созвал своих слух и сказал им, скажите мне, кто шпионит для царя израильского? Я почитаю иногда вот в таких более доступных переводах, чтобы это было понятно. Кто шпионит? Кто сдал? Кто здесь, как люди любят говорить, крыса, да, вот этот, нельзя ничего говорить. Почему вагнерцы пропустили? Кто сдал? Тут никто, говорит, владыка царь, никто отвечал ему один из слух. А есть в Израиле пророк Елисей, он пересказывает царю израильскому все, что ты, что же скажешь ты даже в своей спальне. Знаете, что это значит? Богу. И даже в спальне интересно, что вы делаете. Возможно, даже если ты царь сирийский, сидит где-то под кустами, делая свое дело, какие-то планы свои планируешь, знаешь, что Елисей знает, что ты делаешь. Если ты сегодня победил врага, который Бог разоружил перед тобою, Бог также предупредит, когда он нападет еще раз. Потому что в этих местах царь сирийский ставил ловушки в разные места. Вы думаете, что дьявол ходит просто так? Он не есть лев колено Иудина. Он ходит похожий на льва, рычащего, смотря кого погубить. Поэтому Бог всегда откроет своим людям, тех, кто ходатайся, тех, кто молится, всегда предупредит, всегда покажет все те вещи, которые происходят в духовном мире. Особенно, избавь нас от окаянного. Все те, кто окаянный. Давайте учитывать и удумать, как воевать. Не с друг другом, а с духовными силами. И останавливать засады, угрозы, отражать следующие атаки врагам. Это возможно, если мы будем влюбляться в Бога. И последнее. Последнее, то, что нас больше всего любят. Мы это выросли на этом. Провозглашение. Мы провозглашаем. Вот мы любим провозглашение. Что вот так будет победа и так далее. Мы любим провозглашать. Знаете, как бы так вот. А давайте посмотрим, что провозглашать. Основываясь на молитве Отче наш. Твое ведь царство и Твоя сила и Твоя слава во веки. Аминь. Что провозглашать? Надо говорить, в кого мы верим. Почитать Его выше себя. Все почтения давать Ему. Мы призваны это делать, потому что Он царь над всеми царями. Бог над всеми богами. Он есть Тот, Кому отдается и вся слава, и вся честь, и все царство веки и веков. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любители говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Услышите, интересно, правда? Мы привыкли к этому местописанию, что о языке лукавого, или ложной языке. Если что-то наговорил, то ожидать будет ответ какой-то. А когда я почитал этот вот, язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любители поговорить должны быть готовы принять последствия сказанного. А я хочу воспевать его. Я хочу говорить о нем. Я хочу провозглашать его на кровлях, на улицах, в дворах, у себя в семье, везде хочу говорить о нем. И тогда, если я говорю о нем, то, что он сделал во мне, что он сделал для всех, как он меня спас, осветил, очистил, тогда я должен ожидать, что то, что я наговорю, оно мне вернется. Я хочу, чтобы было услышать простые вещи. Добрый, хороший раб наговорил на свою жизнь. Молодец. Войди в радость господина своего. Провозглашение. Что мы о себе думаем? С чем соглашаемся? От избытка сердца говорят уста. А они должны провозглашать Божие отношения к нам. Если мы имеем с ним отношения, тогда мы точно знаем, кто мы и кто он. Новый избранный народ. Священники царя. Святой народ. Народ, принадлежащий Богу. Для какой цели? Чтобы возвещать хвалу, опризвавшую вас из тьмы в чудный свой свет. Кто мы? Чему мы призваны? Чтобы возвещать, говорить, то есть, говорить хвалу. Вот еще почему важно быть участником хлевопреломления и противодное погружение. Провозглашать. Вот почему еще важно сделать свое решение быть с Господом, подсветить Ему свою жизнь. Через водное погружение. И потом держаться с праведной жизнью, чтобы участвовать в хлевопреломлении. Скажите, почему? Почему отношение с Отцом посредством пути, который Ешево дал, свою жизнь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы провозглашаете смерть Господа до тех пор, пока Он не придет. Что мы делаем? Провозглашаем. Мы говорим, Твое есть царство. Твоя сила над грехом. Твою... Тебе вся хвала. Во веки. Помните, в Откровении все сложили венцы и говорят, свят, свят, свят. И достоин. Ты достоин принять. Ты достоин принять. Прозглашение на греческом языке звучит катагелл. Звучит как будто как ангелы. Означает объявлять, провозглашать, возвещать. Ангелы в идуизме звучит как Малах. Что в переводе севрит значит посланник. Провозглашать пением. Помните, как ангелы провозглашали пением рождения Мессии. Хвала и поклонение. Молитва на языках. Мы говорим о том, что нам нужно говорить слова, которые нужно говорить в молитве. Стоять это твердо. Поэтому мы говорим о провозглашении как части ангельского предозначения. Плюс нередко ангелы называют сыновь Бога. но каждый из нас бней элохим. Каждый из нас мы дети Божьи. Он говорит, вы дети Божьи. А это значит, мы призваны провозглашать ту славу, которую Бог нам являет людям. Ибо Его есть царство во веки, чтобы возвещать совершенство, призванное вас из тьмы в дивный свой свет. 1 Петра 2 глава 9 стих. Чтобы провозглашать этот дивный свет. Потому что он нас из тьмы взял. И сегодня призываю нас серьезно отнестись к личной молитве. В свое свободное время, а также важность общей общинской молитвы в содружестве с многими общинами Украины и мира. движение молитвы, которое сегодня в мире поднимается удивительно как бы захватывает регионы с регионами. Мы с вами уже на войне, духовной войне, а на войне, как говорят, как на войне, нужно знать своего противника, своего врага. А нам не без известны его умыслы. Но также надо знать на чьей стороне будет сильнейший. Если вы хотите, чтобы Бог был как сильнейший на вашей стороне, я думаю, что нам нужно начинать осмысление важности личных отношений с Богом. Нам нужно пробуждение, нам нужно спасение. Это время восстановления, это время видения, это время восстановления. не зря наш ретрит мы назвали именно таким способом. год у нас восстановлен, потому что то, что было в прошлом году, ни в коем службе, как бы, в разум даже не входит, ни в коем как бы, в рамках даже не подходил. Мы не думали, что так оно сразит многих людей. не умолкайте перед Ним, доколе не восстановит, доколе не сделает Иерусалим славою на земле. Бог призывает не умолкать. Исаия 62,7, это место писания можете подчеркнуть, а вот 62,10, говорите, проходите, проходите через ворота, готовьте народу путь, прокладывайте, прокладывайте путь, уберите камни, поднимите народам знамя. Сегодня это обращение к верующим людям, тем, кто уповает на Бога и знают Его. Я думаю, что это обращение сегодня к каждому, кто будет смотреть. Не думайте, что вы спрятали за экранами ваших гаджетов, чтобы эти гаджеты вас не накрыли потом. Я верю, что ни расстояние, ни снег, ни дождь, ни голод не может нас не только отлучить от Божьей любви, а от возможности помолиться, причем общей молитвой и движением в городе, в области, в стране и в мире. Я не верю, что обстоятельства природные могут остановить нас в молитве. Наоборот, наоборот, как только землетрясение, что-то потрясается, ой, Боже, 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 мы автоматически настроены на волну. Когда авария, ой, 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 Боже, 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 опять мы на волне резко. Никто не говорит, ой, мамочка, ой, Божечка, нам нужно настраиваться, что Бог делает в это время. И, возможно, мы много что еще не видим. Возможно, нам еще нужно что-то сделать, но я хочу, чтобы мы сделали несколько вещей. Время приближается, и я еще раз прошу прощения за то, что прервался обычный ритм. Нам, как стране, угрожают сумасшедшие люди. Нам угрожает пандемия, преступность, разврат, наркотики. Нам угрожает безработица, инфляция, снобизм, домашнее насилие, уничтожение института семьи, непочтение, суицид, неуважение к властям, даже милиции. Угрожает нашему суверенитету, да и фактически у нас безбожное население. Нам это все угрожает. в это время восстановления нам нужно как верующим людям осознать, что мы не сможем сделать, как многие украинцы делают, моя хата с краю, я ничего не знаю. Нам нужно вставать, как одна большая община, тело Мессии в мире, являясь малой частью ее, стоять в проломе на разных уровнях. Регионы, домашние группы, центральные собрания, перед собранием, после собрания, проходки, пробежки, что бы вы ни делали. Писание говорит, постоянно находиться в молитве. Возможно, немногословный, возможно, только как у меня получается, слава Богу. Слава Богу, слава Богу. И на языках дальше. И побежал на пробежке в молитве. У нас есть в Одессе трасса здоровья. Вы знаете, она не зря так названа. Я верю, что хорошее общество зависит от здорового населения. Поэтому я там очень часто встречаю верующих людей. И мы между собой называем это тропа, как бы сказать, трасса молитвы вдоль побережья Одессы. фактически 15 километров молитвенного состояния. Как вам это? Как вам районы, в которых вы живете? я верю, что много может молитва праведника. Это не случится за один день. Постоянство, верность, надежда. И сейчас у нас есть возможность просто начать молиться. Присоединиться к тем, кто уже молится, кто уже в марафонах молитвенных, кто-то находится в таком состоянии поклонения 24-7, но присоединяться. Откровения очень простые должны быть. Вообще-то самое простое это миру нужен Бог. Нам нужно пробуждение. Мы станем наши ноги. И сейчас будем молиться поклонений за те нужды, которые у вас будут простреливать в вашем духе. За те ноши, которые вы несете и не можете отдать Богу. Возможно, это радикально сегодня звучит, и как-то так с моей стороны очень почувствую, может, недовольна как-то еще так разговаривался я. Но я понимаю, в здоровом теле здоровый дух. Если мы не посвящены, если мы нарушаем заповеди Господни, поверьте, в этом теле нет здорового места, а если нет там места здорового, потому что грех он губит. А так и есть. В нем не может быть здорового духа. Камни убирайте не в карманы, а захребет в воды глубокие, чтобы туда не подняли эти камни больше. Как на емкий порт. Сегодня для нас этот емкий порт. Возможно, каждый день должен быть осознавать, насколько благ Бог к нам. И в этом городе Ты, Бог. И в этом собрании Ты, Господь. Посреди народа Ты, Бог, Святой Израиль, как мы ждем это пробуждение. Восстановление да прославится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Твоя воля, чтобы никто не погиб. И даже те, кто уже давно верующие, кто избраны, тоже не погибли. Но совершали свой путь спасения в отношениях, молитвах, отодательствах, чтобы наша жизнь горела. Чтобы мы держали наши светильники при встрече с нашим женихом. чтобы у нас не не то, чтобы не дохватило масло, чтобы мы нигде-то не бегали по другим местам, искали масло и упустили эту встречу. Но мы сегодня запаслись этим маслом. А масло проходит через пресс, через жернов, который трощит эти кости. Выжимает оттуда это масло и возможно вам кажется, что тяжесть этого мира, обстоятельств сокрушила ваши кости и у вас нету сил больше. На этом месте, в этом время Бог собрал нас по всему миру, чтобы быть голосом и сказать «Ей, гряди, Ишула! Ей, гряди!» Редактор субтитров